МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем программу. Теперь Хакасия может принимать больше грузовых поездов. Сегодня российские железные дороги открыли новый технологический парк на станции Абакан. Он сразу в несколько раз увеличил пропускную способность республики, которая до сегодняшнего дня тормозила движение грузовых составов всего южного хода. Первый поезд встретила наша съемочная группа. Открытие нового технологического парка – событие не только для железных дорог, Хакасии, но и России в целом. Южный ход Красноярской магистрали Междуреченск-Тайшет стал шире в узловом звене станции Абакан. Несколько лет она работала на пределе своих возможностей. При нормативе в сутки 700 вагонов принимала больше тысячи. Между тем, 90% всех грузоперевозок сегодня по-прежнему идут железнодорожным транспортом. Так, еще в 2009 году через станцию Абакан прошло больше 20 миллионов тонн груза. А уже в 2012-м эта цифра выросла на треть и составила практически 26 миллионов. За последние полгода грузопоток и вовсе бьет рекорды. Цифра перевалила за 28 миллионов тонн. Сегодня уже реализованы все пропускные способности. Это, конечно, вынужденная технологическая мера, чтобы построить. Вот сейчас переработка на станции Абакан возрастет в два раза. Мы можем в два раза больше пропускать поездок. Новый парк – это шесть оборудованных путей протяженностью в полтора километра. Такая длина позволит принимать грузовые поезда с составом до сотни вагонов. На шестой путь счетного парка прибывает первый поезд погрузки станции Черногорские копии. Основной коридор для транзита российских грузов имеет огромное значение и для экономики Хакасии. Только инвестиции в бюджет республики – 11 миллиардов рублей. Я дополнительно привезу налоги в республике Хакасия и, конечно же, рабочие места. За этим стоит вся социальная сфера, жизнь людей. Представим такую картину. Завтра нет у нас железной дороги. Я вам отвечаю, что 95% всей деятельности Хакасии свернется. Алюминий не выйдет, уголь не выйдет, пассажирское движение закроется. Инвестиционная привлекательность республики сразу. Просто ноль. Вот что такое железная дорога. Расширение станции Абакан – начальный этап модернизации всего южного хода. Сегодня идут работы по всей магистрали Междуреченск-Тайшет. Хакасия же теперь строит планы на будущее – увеличить грузоперевозки. Чуть ли не наполовину от сегодняшних объемов. Ольга Стельмах, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Накануне вечером в Абакане утонул 34-летний мужчина. Трагедия произошла на дренажном канале микрорайона Полярный, где мужчина отдыхал в компании друзей. После приема очередной порции алкоголя он решил искупаться в дрени, где и утонул. Его друзья обратились в службу спасения. В течение трех с лишним часов спасатели проводили поисковые работы. Лишь в половину 11 вечера тело удалось обнаружить. В этом году это первый несчастный случай с трагическим исходом на водоемах Абакана. В управлении ГООЧС предупреждают дренажный канал, инженерное сооружение. Он служит для понижения уровня грунтовых вод на территории города. И купаться здесь категорически запрещено. Китайские овощеводы плодородную почву превращают в ядовитый грунт. То, о чем раньше лишь предполагали, делая вывод на визуальные оценки, теперь получила оценку документальную. Сегодня Россельхознадзор опубликовал данные, которые отбивают охоту покупать китайские овощи. Подробнее Алексей Гончаренко. О том, что китайские овощеводы в технологии выращивания ранних овощей применяют какие-то вредные для здоровья компоненты, говорилось давно. Но что именно, специалисты никак не могли определить. Теперь ответ на этот вопрос дали взятые в китайских теплицах пробы грунта. Анализ делали в Красноярском референтном центре Россельхознадзора. И вот что выявили. Превышение нитратного азота, фтора и мышьяка. Местами в два раза выше предельно допустимой концентрации. Очень медленно, точнее аккумулируется в организме, выводится хранимедленно. То есть, некрасивое слово, но еще в трупах давнего захоронения мышьяк легко диагностируется. То же самое подвижный фтор может влиять на многие болезни. Он тоже токсичен, но в первую очередь связан с асекандрозом, с костями и так далее. А соединения азота, они именно влияют на гемоглобин крови. То есть происходит химическая реакция и в нашей крови появляются нехорошие соединения. Тот же мышьяк легко усваивается практически всеми видами овощей и зелени. А при длительном воздействии, как сказано в заключении, работает как канцероген, увеличивая риск новообразования кожи, печени и легких. При этом специалисты уверены, что обнаружили еще далеко не все. Обработана только третья часть из 70 образцов грунта, взятых на пробу. И на сегодня мы выявили наверняка, ну это тот мизер, на который сработали наши реактивы. Потому что в Красноярском референтном центре, исследуя наши почвенные образцы, они ставят предположительно те химические соединения, которые ищут. Допустим, вот мы знаем, что мышьяк, тор, азот. А те, которые мы не знаем, используют граждане КНР, соответственно, реактивы к ним не подбираются, их просто не могут найти. Вот при последнем обследовании, ну вновь выявленных теплиц в поселке Сахарный, была масса упаковок из-под ядов неизвестного происхождения. Пробы грунта брали в теплицах Усть-Абаканского района. Теперь эти земли будут истребовать в судебном порядке в пользу собственников. Судебные иски будут в отношении арендаторов, пустивших работать китайцев. Но плодородие почвы придется восстанавливать долгие годы. Обнадеживает, что на следующий год нет ни одной квоты на китайских овощеводов. Но они могут приехать под видом строителей. И то, что ядовитые овощи не будут выращивать в Хакасии, это не значит, что не привезут, например, из Кемеровской области. По данным Россельхознадзора, сейчас на прилавках нет, как указано на ценниках, помидоров и огурцов ни из Ташкента, ни из Азербайджана, ни из Киргизии. Все, что продают под видом продукции из ближнего зарубежья, все китайского производства. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин. Вести. Хакасия. А накануне вечером пожарным пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома в Абакане. Причиной стал пожар в сауне, которая пристроена к дому. Дым пошел в подъезды. И чтобы избежать трагедии, пожарные вывели 15 человек. Само возгорание оказалось несерьезным. Его площадь заняла 12 квадратных метров. Сауна загорелась из-за неисправности печного оборудования. Огонь пожарные потушили за 20 минут. Сегодня руководство управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции озвучило итоги работы за 7 месяцев этого года. Ущерб от тяжких правонарушений в финансовой сфере исчисляется миллионами рублей. А рост их числа составил 63%. Тему продолжит Анна Ахпашева. Резкое увеличение числа экономических преступлений в этом году сотрудники объясняют просто. Все денежные операции, связанные с бюджетами всех уровней, с недавнего времени на особом контроле. А где много денег, там и много нарушений. Субсидии на развитие от государства, гранты в сельском хозяйстве, всевозможные торги. Кстати, в случае последнего зафиксирован первый в истории коммерческий подкуп в крупном размере. Красноярцы организовали в Хакасии преступный бизнес. Как подрядчик заявлялись в конкурсе на проведение работ на объекте, при этом никаких работы не планировали. В этом случае они цену роняли и обращались ко второму конкурсанту с предложением, давай денег, и мы тогда снимемся, ты выиграешь это все. К нами был этот факт задокументирован. Преступление является тяжким. И санкция за совершение данного преступления составляет от 8 лет и выше. Кстати, за свой отвод красноярцы просили 2 миллиона рублей. Особая тема – игровые автоматы. Один из пяти фигурантов нашумевшего дела у бабаканской группировки, подпольное казино, которых приносило миллионные доходы, до сих пор находится в международном розыске. Всего за два года изъято 2000 автоматов, уже уничтожено 300 штук. Своеобразным итогом плодотворной работы стал переезд незаконного бизнеса. По информации силовиков, преступники все чаще меняют место дислокации на Тулу и Красноярский край. Еще одним своим достижением полицейские считают цифры статистики. За два года в Хакасии вдвое сократилась смертность от паленого алкоголя. Меньше стало отравлений. Из оборота изъято 180 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Активизировались в последнее время и фальшивомонетчики. Задержанные в декабре гастролеры из соседнего края успели сбыть 95-тысячных подделок. За полгода изъято 16 ненастоящих тысячных купюр. Также впервые с 2004-го стали всплывать и 500-рублевые. Вот в этом году, в июнь, июль месяц было зафиксировано уже 6 фактов сбыта 500-ных купюр. Есть предположение, что где-то они изготавливаются и именно сбываются где-то здесь, рядом. Под контролем сегодня деятельности агентств недвижимости, банковский сектор, налоговая и сфера ЖКХ. В целом, работу управления за прошедшие 7 месяцев сами силовики оценили положительно. Анна Ахмашева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Сегодня Хакасия отметила День железнодорожника. Поздравления принимали военнослужащие Познанского краснознаменного соединения. Прославленная 5-я железнодорожная бригада дислоцируется в Абакане более 30 лет. Ее военнослужащие строили, а после войны восстанавливали крупнейшие магистрали российской железной дороги. Профессиональный праздник войсковая часть встретила торжественным митингом с участием первых лиц республики. Память погибших сослуживцев почтили возложением венков и минутой молчания. Действующих же рядовых и офицеров наградили за достойную службу правительственными грамотами. Солдат-железнодорожников поздравили и ветераны службы. Ведущие мировые ученые из США и молодые исследователи из нескольких стран приехали в Хакасию, чтобы изучать климат и природные ресурсы региона. Делают они это погодичным кольцем деревьев. Международная научная конференция школа открылась в Хакасском техническом институте. Хакасия выбрана местом проведения научной школы конференции не случайно. Здесь на сравнительно небольшой территории соседствуют несколько природных зон от таежных до степных. В лесах растут десятки пород, кустарников и деревьев. И это удобный полигон для проведения исследований по дендрохронологии. Тем более, что в Хакасском техническом институте создана уникальная лабораторная база. В 2012 году на базе Хакасского технического института приказом ректора Сибирского федерального университета была создана научно-образовательная лаборатория «Био-геохимия экосистем Евразии». Учеными лаборатории в этом году выиграны два гранта, которые и позволили нам провести на базе Хакасского технического института международную научную конференцию школу. В Хакасию приехали молодые исследователи из Индии, Ирана, Польши, Эстонии, Словении, Литвы, Киргизии и России. Занятия на английском языке. Лекции и семинары проводят специалисты из Америки и Сибирского федерального университета. Возглавляет школу профессор Рэмзи Тучан. Он представляет Аризонский университет, чья лаборатория по изучению древесных колец считается одной из лучших в мире. Рэмзи Тучан рассказал, в каких сферах может помочь дендрохронология. Если необходимо спланировать управление природными ресурсами, люди обычно используют погодные наблюдения. Это отрезок в 40-50 лет. Но, возможно, они были засушливыми, и прогноз будет неточным. Используя метод древесных колец, мы можем реконструировать погоду на 300 и даже 500 лет назад. Опираясь на такие климатические наблюдения, можно сделать более точный прогноз. Древесные кольца могут многое рассказать глазу профессионала. Например, эта лиственница, спиленная в Шаринском районе, за 250 лет жизни пережила несколько засушливых сезонов и пожаров. По уже готовым шкалам исследователи научатся точно датировать годы жизни деревьев, овладеют другими методиками американских ученых, проведут исследования на местном материале. По мнению организаторов СХТИ, результаты этих исследований могут быть использованы в планировании природных ресурсов Южной Сибири. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Сергей Казмин. Вести Хакасия. Спасатели Хакасии ведут поиски в Таштыбском районе. Согласно оперативной информации, мужчина, отдыхавший на одной из таежных баз, еще 1 августа ушел в лес и не вернулся. Место, где пропал молодой человек, труднодоступное. Поэтому для более оперативной доставки спасателей выделен вертолет Ми-8. О том, как проходят поиски и что нужно предпринять для того, чтобы самому не оказаться в подобной ситуации, расскажет спасатель международного класса Павел Гриднев в нашей ежедневной рубрике интервью. А из новостей у меня все. Удачи и увидимся на канале Россия 24. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok